Итак, у нас середина января, нас хорошо сегодня засыпало, так прям вообще круто-круто, на улице где-то минус один, и сейчас я, так, стоп, и сейчас я еще поеду к врачу на очередную консультацию, очередная консультация врача, так что покажу вам. Едем мы очень далеко, я думал, что это близко, а это оказывается аж в Новой Вине, почему-то. Почему-то мне сказали, что это Вильнюс. Ну ладно, бывает всякое, на 10 минут дольше ехать, чем обычно, надеюсь, пробок ничего такого не будет, исходя из вот этой всей погоды, когда нас засыпало капитально просто. Ладненько, едем. И так, мы бы приехали в республиканскую психиатрическую. в больницу города Вильнюса, и она мне очень сильно напоминает корпус КПИ, четвертый, четвертый корпус КПИ, такое чем-то очень похожее строение, но мы сюда приехали просто к врачу, поэтому сейчас попробуем найти врача здесь где-то. Не знаю, не знаю, регистратуру зайти или еще где. Не знаю. Сейчас будем... Радиология с томографией. Не знаю, сейчас будем искать, не знаю, куда идти. Будем искать. Наконец-то мы сходили. Все нам проверили. О, самое главное, смотрите, какая замечательная, красивая погода. Такого снега не было уже давным-давно. И опять заметает. Красота. Прям метет красиво. Так, хотел же сказать, что мы сюда ездили. Тут проводят всякие анализы. Рентгены, эхоскопию. Анализы можно сдать. И самое ближайшее время, когда можно было сдать анализ, был только в этой клинике. Сейчас у нас январь. Все в других клиниках тоже по направлению можно было сдать только в конце марта. Поэтому, да, немного далековато, но что поделаешь. Итак, привет всем. Сегодня понедельник, 17 марта. Ой, извиняюсь, 7 марта. Сегодня просто утром была замечательная погода. Начался снег. Просто супер. Я действительно люблю снег в марте. Я его очень люблю, очень обожаю, но все же. Субтитры делал DimaTorzok Итак, сегодня мы в университете. О, всем привет. Привет-привет. Сегодня я снова в университете. Буду сегодня ремонтировать маленький лазер. Вот такой вот. Это гравировочный станок. И вот головка, она уже, грубо говоря, сдохла. Она не работает. Здесь у меня еще есть огромный лазер, 400-ваттный. Он сварочный идет. Мы с ним работаем, но не сейчас. Постараюсь сегодня вот этот лазер починить, сделать. Также сегодня была лабораторная работа. Показывал студентам, как варить пластиковые трубы. А вообще у нас здесь много оборудования, но сегодня не о нем. Сегодня будем чинить лазер. Итак, снова всем привет. Сегодня я опять в университете. И сегодня был тяжелый день. Показывал студентам много разных лабораторных работ. Например, вот эта лабораторная работа. Это измерение с помощью микрометра. Определение его качества. Вот эту деталь, которую они мерили. Потом это второе лабораторное. Здесь они меряют биение детали, отклонение овальности. Если оно... Это старое броня было. Это новое, метатое. Здесь магнитный держатель вот такой есть. Новые индикаторы. Все как положено. Это была первая часть работы. Измерение биения и отклонения. И вторая часть работы. Они меряют... Они измеряют, правильно ли работает индикатор. Есть вот такие вот меры. И с помощью мер они определяют, правильно ли он меряет. Еще есть одна лабораторная. Вот измерение отклонений внутри цилиндра. Или такой цилиндрической детали. У нас есть тоже здесь старое оборудование. Сейчас я его открою. Вот это старое, очень старое оборудование. Индикатор здесь есть, да. Есть и вот схема, как это все выглядит. Это старое. Здесь все вручную делать. И вот у нас есть новое оборудование. Все автоматически. Правда, он меряет в трех точках. Но уже все электронно. И даже можно подключить к компьютеру. Что еще можно сказать? Ну, вообще, иногда это не очень просто все показать. Потому что сегодня у меня было очень много студентов. Давайте посчитаем, сколько. Сейчас. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, у меня сегодня было примерно 11 студентов. Я поделил их на четыре разные сабгруппы. И каждая подгруппа делала разные лабораторные работы. То есть, это в одно время нужно объяснить четыре разных лабораторных. Но у меня есть опыт. Ничего страшного. В принципе, все сделали. Сегодня я еще пойду сейчас в свою комнату. И буду там заниматься своей уже другой работой. Итак, всем доброе утро. Сегодня мы едем в одно очень интересное место. Это место официальный дилер Мерседес в Литве. Но, к сожалению, мы не в автосалон пока что, а в сервис-центр покупать запчасти. Нужно несколько запчастей к машинке, поскольку мотор Мерседес. Будем ее ремонтировать. Сейчас машинку оставил на сервисе. Посмотрим, что они позвонят. Скажут, какие там дела. Итак, сейчас будет очень занимательная история с этим автосервисом. Потому что получилось так, что две недели назад я был в одном сервисе. Сломался посреди города. И чтобы не везти машину в свой сервис обычный, поскольку она нужна была очень, так сказать, очень быстро. Я сразу нашел рядом, где сломался сервис, обратился к ним. Причем это был дизель-сервис. Обратился к ним. Они сказали, да, посмотрят. Оставил у них машину на один день. Следующий приехал. Да, все сделано. Оплатил, уехал. Потом прошло, ну уже, грубо говоря, да, две недели прошло. Смотрю, что-то капает. Постоянно капает под машиной. Думаю, это что такое? Начал смотреть, ну вроде, вроде типа масло капает. Вот заехал несколько деталей, купил. И заранее позвонил уже в свой сервис. Записался. В общем, как видите, сейчас я в своей машине сижу. Прошло всего два часа после того, как я ее оставил на сервисе. В общем, в моем сервисе все посмотрели. Сказали, что с машиной все хорошо. Ту деталь, которая была сломана две недели назад, да, ее поменяли. Все отлично. Это было видно по ошибкам. А вот то, что капало, оказывается, что кто-то открутил с одной стороны обратку. Обратку подачи дизеля. Или ее открутили, или не прикрутили назад. Или ее специально открутили, чтобы к ним приехал еще второй раз, потому что они сказали, что там что-то капает, надо будет посмотреть. Я сказал, да, хорошо, но не сейчас. В общем, итог такой, что с этой обраткой непонятно, кто это сделал. Потому что, ну, как она сама могла открутиться, это тоже непонятно. Потому что туда никто не лазил. А во-вторых, ту деталь, что они поменяли, это был просто датчик, который стоит недалеко от турбины. Турбина стоит сверху. То есть, фактически, чтобы даже поменять тот датчик, турбину, не турбину, а чтобы поменять тот датчик, который они поменяли обратку, не надо было откручивать. И если бы они откручивали обратку с одной стороны, она, я думаю, они с другой стороны откручивали, потому что здесь V6 мотор, и получается обратка слева-справа стоит. В общем, такие вот технические подробности. Непонятно, зачем это было сделано, и специально это было сделано, не специально я уже не стал выяснять, потому что бесполезно. Абсолютно прошло две недели, никому ничего не докажешь. Хорошо, что на моем сервисе сказали, как есть, посмотрели все, и сказали, как есть, поэтому, ну, что сказать, какие есть. В Литве вообще тяжело найти сервисы, где обслуживаться, причем, чтобы это было по цене-качеству. А тут, когда еще обращаешься в сервис, и вот возникают вот такие вот нюансы, то вообще не знаешь, что делать и кому обращаться в следующий раз. Вроде бы доверяешь, там, и по отзывам смотришь на гугл-картах, и везде, но все равно, как говорится, где-то на что-то, да, напоришься. Ну, ладно. Хорошо, что все кончается, так сказать, на хорошей ноте, поэтому, поэтому будем ехать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok